Поехали! В памяти события, предшествующие заключительному сезону. Ссылки будут в описании. Кого-то третий сезон удивил, кого-то разочаровал. Но если вы уже посмотрели первые сезоны и были захвачены тьмой, то никакие отрицательные отзывы вас не остановят. Да и неверно сравнивать сезоны друг с другом, ведь все 26 эпизодов – это единое произведение. Несмотря на то, что авторы в заключительном сезоне раскрыли практически все секреты своих героев, именно финал вызвал больше всего споров. И так как все сюжетные линии и родственные связи важных персонажей были максимально разжеваны авторами, то пересказывать их я не вижу смысла. Тем более, существует официальный ресурс, на котором все наглядно представлено и без труда можно определить, кто там сам себе приходится прадедом, а кто родил собственную мать. Ссылка также будет в описании. В этом ролике я хотел бы остановиться на причинах неоднозначности финала, общей атмосфере и идеях, пронизывающих это произведение. Ты так и не понял, как играть в эту игру. Теперь, после того, как история закончена, можно с уверенностью сказать – «Тьма» – один из самых оригинальных сериалов последних лет. Он лишь в незначительной степени копирует другие известные проекты. Можно сравнивать его с Твинпиксом, у которого заимствована общая концепция. Действие происходит в маленьком городке, где все друг друга знают, и все происходящее показано глазами членов нескольких семей. Но на этом сходства и заканчиваются. Кто-то усмотрел общие мотивы с романом «Сто лет одиночества», а кому-то мерещатся в сюжете «Очень странные дела». Хотя, на мой взгляд, с этим сериалом «Тьма» не имеет ничего общего. Здесь все на достаточно высоком уровне. Актерская игра, операторская работа – абсолютно фантастический подбор актеров, играющих одного и того же героя в разном возрасте. В паре случаев это отец и сын. И самое главное – единое видение концепции сериала. Все серии поставил один и тот же режиссер. И он же был среди основных сценаристов. Среди шаблонных и однотипных молодежных сериалов последних лет «Тьма», конечно, заметно выделяется. В первую очередь – оригинальным сюжетом, раздвигающим и изменяющим привычные представления о путешествиях во времени в фантастических произведениях. Мрачная атмосфера также придает сериалу определенный шарм. Сериал явно не для тех, кто любит легкое повествование, веселых героев и хочет расслабиться во время просмотра после сложного дня. Тут если кто и улыбнется за три сезона, то это, скорее всего, будет ухмылка. А необходимость следить за развитием нескольких далеко не самых простых сюжетных линий не даст зрителю расслабиться. Идеи немецких философов, путешествия во времени, псевдонаучные теории, интересные герои, совершающие неоднозначные поступки, отсылки к мифам Древней Греции и различным религиям, по большей части к христианству, конечно. В третьем сезоне к Адаму и Ною примыкают Ева и Неизвестный, который, будучи сыном Адама и Евы, становится местным Каином. Все перечисленные элементы складываются в самобытную, оригинальную, но при этом гнетущую атмосферу сериала. Что, как мне кажется, стало не только неоспоримым достоинством тьмы, но и фактором, отталкивающим от сериала массового зрителя. Далеко не каждый захочет озадачить себя распутыванием сложного клубка, в который спутаны судьбы жителей города Винден, и при этом впасть в депрессию. При этом авторы на протяжении всех трех сезонов усложняют структуру созданного ими мира. С одной стороны, постепенно раскрывая тайны Виндена, а с другой стороны, озадачивая зрителя все новыми и новыми фактами из трагических биографий многочисленных героев. Повествование построено так, что героев ждет одно разочарование за другим. Тут никому нельзя доверять, и тот, кто кажется благодетелем, обязательно попытается использовать другого в своих целях. А тот, кого долгое время представляли в качестве главного зла, окажется таким же несчастным человеком, как и все остальные. В этом городе каждый несчастен по-своему, и любой житель готов выпить за мир без Виндена. Винден – это черная дыра. Попадешь туда и уже не выбраться. Но в сериале, который долгое время был едва ли не гимном детерминизму, по-другому и быть не могло. Однако, как показал третий сезон, Тьма стала скорее площадкой для борьбы философских воззрений и одновременного сосуществования сразу нескольких теорий, связанных с путешествиями во времени. И во многом именно поэтому финал получился очень неоднозначным и толкуется зрителями по-разному. Упомянутые в прошлогоднем ролике принцип самосогласованности Новикова и многомировая интерпретация квантовой механики, более известная как теория Эверетта, по отдельности не могут объяснить то, что происходит в сериале по воле авторов. Но и смешав их, объяснить ничего не удастся. Авторы берут от каждой теории лишь элемент, создавая собственные правила игры. Тут нет бесконечных параллельных миров. Действие развернувшейся драмы ограничено тремя мирами. При этом в игру введена могущественная сила, препятствующая разрушению петли. Это само время. Без этих условностей система не работала бы, а во вселенной с бесконечным множеством параллельных миров сюжет просто не имел бы смысла. Вместе с неоднозначными законами, описывающими физику всего происходящего, сериал наполнен противоречащими друг другу идеями. Предопределенность всего соседствует тут со свободой воли. Иначе как объяснить то, что необходимость совершать какие-то действия для неизменности событий, сосуществует тут с невозможностью изменить что-либо, а движение по замкнутому кругу с возможностью выхода из лабиринта. Таким образом, вся тьма состоит из парадоксов. Физика тут ничего не стоит без символизма поднятых вопросов морали и пафоса. Как и они, в свою очередь, представляют слабый интерес без всего этого пространственно-временного мракобесия. Главный же вопрос сериала не в том, какой теории подчиняется все происходящее, так как никакой однозначности тут нет и в помине. А в том, с кем ведут борьбу главные герои и возможно ли победа. Иначе авторы не стали бы тратить большую часть хронометража третьего сезона на подробный рассказ о судьбах и родственных связях путешественников во времени, а сосредоточились бы на механике происходящего. Итак, все не ограничивается перемещениями во времени. Вселенная сериала состоит из трех миров. Изначального, в котором произошла катастрофа и погибла семья Танхауса. И двух образовавшихся в результате экспериментов Танхауса. В одном из них орден путешественников во времени возглавляет Адам. Он, до конца так и не поняв, как все устроено, вступает в схватку со временем, пытаясь разорвать петлю. Во втором мире нет Йонаса, а значит нет и Адама. Его место тут заняла Марта, взявшая впоследствии имя Ева. Она наоборот пытается сохранить петлю, делая все возможное, чтобы события в Виндоне повторялись раз за разом. Действия предводителей путешественников так или иначе приводят к продолжению существования петли. Интересно то, что авторы показывают зрителю второй мир как зеркальное отражение первого. Написание дат, расположение различных объектов, интерьер комнат, погода, отметины на лицах. Все эти детали введены, чтобы зрителю было проще ориентироваться в том, в каком из миров сейчас происходят события и обитатели какого мира сейчас перед нами. Во время апокалипсиса, происходящего в каждом из миров на каждом витке, на какую-то долю секунды фиксируется остановка времени, что становится причиной многочисленных катастроф и постепенного ухудшения условий жизни на планете из-за постоянно возрастающего числа различных катаклизмов. Нам показывают, что сразу после катастрофы сохраняется какой-то порядок, но спустя 33 года после нее мир разрушен, и вокруг с трудом выживают разрозненные группы людей. В момент апокалипсиса вместе с остановкой времени исчезает причинно-следственная связь, благодаря которой существует петля. В этот момент герои получают возможность изменить привычный ход вещей. Этим пользуется Ева, так как стремится связать оба мира. После того, как она посылает Марту для перемещения Йонаса в свой мир, возникает два состояния мира Адама, существующих одновременно. В одном из них Марта из мира Евы забирает Йонаса в свой мир, а в другом он спасается, укрывшись в подвале. После того, как Йонас, перемещенный в мир Евы, проводит ночь с Мартой, Ева больше не нуждается в нем, так как неизвестный зачат. Йонаса убивают. Остается Йонас, который спасся самостоятельно и стал сначала странником, а затем Адамом. С Мартой происходит похожая картина. Марта, спасшая Йонаса, перемещается в 1888 год, чтобы помочь начать путешествие во времени, после чего она будет убита Адамом. Остается Марта, которая не спасала Йонаса, так как ее увел Барташ. Эта Марта становится Евой. После откровений Клаудии, Адам осознает, что все это время играл не зная правил, и принимает ее сторону. На этот раз он пользуется очередной остановкой времени, спасает Йонаса в момент апокалипсиса, а тот нарушает замысел Евы, похищает Марту из-под носа Магнуса и Франциски. Именно эта пара переносится в изначальный мир, чтобы спасти семью Танхауса и предотвратить тем самым создание машины времени. Конец. Хэппи-энда, пусть и печального, в этом сериале мало кто ждал. До самого последнего момента просматривался другой финал, в котором Йонас и Марта должны были стать причиной той самой аварии. Это поставило бы жирную, но при этом довольно предсказуемую точку и окончательно закрепило бы за тьмой звание самого детерминистского сериала в истории. Но авторы решили пойти другим путем. Тьма сериала о парадоксах. Они начинаются с первого сезона и множатся на протяжении остальных. Так что печальный и парадоксальный финал очень хорошо вписывается в концепцию, по которой сам сериал представляет собой один большой парадокс, умещающий в себе, казалось бы, несовместимые вещи. У многих зрителей возник вопрос, как так вышло, что после исчезновения Йонаса и Марты в изначальном мире сохранился результат их действий. Ведь если они отменили создание машины времени, то и миров, в которых они жили, никогда не было. А значит, они не перемещались в изначальный мир и не предотвращали аварию. В пользу авторской задумки говорит то, что смерть перемещенных между мирами героев и до этого не отменяла совершенного ими. Но тогда возникает еще один вопрос. Не является ли тот мир, который Клаудия представляла как изначальный, лишь очередным ответвлением, частью более сложной системы, в которой машина времени одновременно и существует, и не существует? Не на это ли намекали авторы, присоединяя к уже замешанным в сериале теориям мысленный эксперимент с котом Шрёдингера? Да и то, что во временном коридоре Йонас и Марта видели друг друга в детстве, тоже показано не просто так. Ничего не бывает просто так. Возможно также, что миры, появившиеся после эксперимента Танхауса, образуют вовсе не бесконечную петлю, а спираль. На каждом витке которой история повторяется, но в определенный момент все возвращается на круги своя. Существует также версия о том, что система не была замкнута, и накапливаемые изменения рано или поздно приводили к появлению мира, в котором время течет линейно. При этом замкнутые в петле миры продолжали существовать. В сериале не раз демонстрировалось, как просто путешественники обманывали тех, кто был лишь пешками в их игре. Каждая из сторон конфликта шла на все, чтобы добиться своих целей. Так почему бы не предположить, что Клаудия обыграла всех в этой игре? Использовала Адама, Йонаса и Марту, чтобы создать мир, в котором их самих не существует, но при этом ее дочь не больна раком, так как АЭС не была построена. Только вот дело в том, что даже если одна из версий верна, то Клаудия, в отличие от Евы и Адама, приложила усилия для создания того самого рая, который был изначальной целью путешественников, и который они так и не смогли создать. И тут от физики всего происходящего стоит перейти к морально-этической стороне тьмы. В попытках изменять прошлое по собственной воле, путешественники превратили свои миры в настоящий ад. Виндон был населен несчастными, вынужденными раз за разом повторять действия своих предков, чтобы поддерживать существующее положение дел. Путешественники, из людей, желающих изменять события для предотвращения катастроф и несчастий, превратились в религиозных фанатиков, беспрекословно выполняющих волю своих лидеров, лишившихся многих человеческих качеств. Конфликт между Адамом и Евой, в котором никто не может одержать окончательной победы и который приводит лишь к еще большим жертвам, построен на эгоистичных желаниях. Адам видел способ прекратить свои страдания в уничтожении обоих миров. А Ева желала лишь поддерживать существование миров, обрекая всех, кто был связан с путешествиями, на вечные страдания. В этом противостоянии также хорошо просматриваются разделенные противоречиями мужчина и женщина, которые не в состоянии создать ничего положительного поодиночке, так как в их жизни нет гармонии и светлой цели. Достаточно смелый образ для современного общества. Общество, в котором одновременно насаждается и толерантность, и разделение по любому возможному признаку. Как бы там ни было, желания людей, появившихся на свет из-за эксперимента Танхауса, держали в заложниках тех, кто существовал и до эксперимента, и кто к путешествиям во времени не имел никакого отношения. Авторы показывают, что попытки человека вмешаться в естественный ход вещей приводят к созданию ада на земле, так как сначала люди теряют контроль над собственными жизнями, а затем те, кто считал, что имеет власть над временем, становятся его рабами. Получается, что главный враг человека – это он сам, так как он может делать то, что пожелает, но не может контролировать свои желания. Имеет ли значение, какой путь мы выбрали, если в итоге мы снова и снова имеем дело с самим собой? Ответом на этот вопрос становится цель Клаудии, которая осуществима только при объединении усилий тех, кто позднее должен был стать друг другу врагом. Только при их взаимопонимании, осознании того, что прежде всего они сами стали причиной всего происходящего, и готовности к самопожертвованию ради достижения этой цели, ее замысел мог быть осуществлен. Финал демонстрирует нам, что настоящий рай в мире без путешествий во времени, где человек не должен посвящать свою жизнь исправлению чужих ошибок, где он будет ценить каждый момент своей жизни, наслаждаться общением с близкими ему людьми и уделять внимание прочим привычным мелочам. Еще один интересный момент в том, что этот рай не может существовать без создания ада. Ведь только благодаря тому, что случилось все показанное в сериале, стал возможен такой финал. Но все же парадоксальная тьма не была бы самой собой, если финал четко расставил бы все по своим местам. Путешествия во времени, ставшие причиной страданий многих людей и преподносящиеся в целом как нечто негативное, порабощающее человека, в итоге ведь помогли изменить историю изначального мира. А значит, Танхаус не зря строил свою машину. В этом вся тьма. Теперь от сказок и философских воззрений стоит перейти к реальности. На протяжении всего сериала авторы через интересные истории героев стремились донести до зрителя популярную сейчас в Германии идею о постепенном отказе от ядерной энергетики. Атомная электростанция становится тут важным образом и далеко не положительным при этом. Именно там начинается апокалипсис. Мрачный образ станции постоянно угнетающе нависает над Винденом, как какая-нибудь башня колдуна в сказках. На территории станции происходит что-то зловещее. Несколько раз вскользь упоминается и о Чернобыльской аварии. К тому же можно провести аналогию между атомной станцией и машиной времени, между болезнью Регины, за жизнь которой и борется Клаудия, и образовавшимися после эксперимента Танхауса мирами, которые неоднократно называют в сериале опухолью. Вот такими незамысловатыми приемами формируется негативное отношение зрителя к ядерной энергетике и прививается поддержка отказа от нее. Не берусь судить, хорошо это или плохо, но увлекаясь распутыванием второстепенных сюжетных загадок, мало кто обращает внимание на эту важнейшую аналогию. Друзья, поддержать канал можно, сделав перевод на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги, Пейпал, а также став моим патроном на Патреон или спонсором канала. Подробности можно узнать, перейдя по ссылкам в описании или нажав кнопку «Спонсировать» под роликом. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok